Издательство «Альпина.Про» представляет Ирина Марьевич Дети деньги не зарабатывают Разрешите себе вырасти и обрести финансовую свободу В этой аудиокниге содержатся материалы, предполагающие возможность самостоятельной работы Если для вас это актуально, вы можете подготовить способ делать заметки Приятного прослушивания! Посвящается моей дочери Алене и моим внукам Ване и Мими Предисловие Что бы мы ни говорили, а деньги играют важную роль в жизни людей Нехорошо быть рабом денег, а превратиться в него можно легко И когда денег нет, и когда их очень много С деньгами, с процессами их зарабатывания и трат Связано много психологических проблем, которые решает психотерапия В том числе метод эмоционально-образной терапии ЭОТ Бывает, что человек постоянно нуждается Потому что в его жизненный сценарий вписан запрет на то, чтобы зарабатывать достаточно для безбедной жизни А иногда, напротив, у человека много денег, но он не позволяет себе тратить их на себя В его голове укоренилась мысль о том, что нужно заботиться только о других Кстати, очень часто такое можно увидеть в семьях Предки которых были раскулачены в двадцатые годы прошлого века В результате талантливые и предприимчивые люди Сами ограничивают себя, иногда не осознавая этого Потому что нельзя выделяться и жить лучше других ЭОТ Позволяет выявить те или иные ограничения и страдания, связанные с зарабатыванием денег и их обладанием Помогает клиентам решать эти проблемы И качество жизни таких людей значительно возрастает О том, как помочь людям перестать беспокоиться и начать зарабатывать Рассказывает в своей книге психолог, сертифицированный специалист и преподаватель ИОТ Ирина Марьевич Николай Дмитриевич Линде Профессор Московского института психоанализа Кандидат психологических наук Автор метода эмоционально-образной терапии Введение По моему мнению, психологические препятствия в достижении финансового благополучия конкретного человека Кроются в неумении или нежелании взрослеть Это происходит из-за внутренних конфликтов, которые закрепились в детских решениях И перешли в построенные жизненные сценарии На основе установок и предписаний, полученных от родителей и других значимых взрослых Эти преграды преодолимы При помощи методов эмоционально-образной терапии И наличии осознанного желания человека улучшить свою жизнь Мы будем говорить о том, что нам мешает быть богатыми и счастливыми А также о том, что поможет достичь финансовой независимости и эмоциональной зрелости Убеждения, которые мешают человеку зарабатывать деньги Зарождаются в нем вследствие негативного детского опыта и фиксации на нем И поддерживаются негативными эмоциональными состояниями Такими как вина, стыд, страх Основные психологические препятствия, которые мешают разумным отношениям с личными финансами Это внутренние конфликты, зацикленность на негативных эмоциональных состояниях А также перекладывание ответственности за свое благополучие на других Мы будем говорить о ребенке во взрослом Родителе во взрослом И о собственном взрослении Ребенок во взрослом Что из детского помогает зарабатывать деньги? Умение мечтать, фантазировать, пробовать что-то новое А также смелость, уверенность, любознательность и честность Искренность и чувствительность Что из детского будет нам мешать? Детская позиция Дайте мне все сразу Дайте немедленно, прямо сейчас Ожидание, что тяжелая ситуация может разрешиться сама Или ее исправит кто-то взрослый И неумение, нежелание отвечать за последствия своих решений и действий Родитель во взрослом Кто это? Это слова, поведение и эмоции наших родителей Которые мы усвоили в детстве Дети все впитывают как губка Но выжать губку не так-то легко Многое скрыто в глубинах бессознательного Мы выросли Наши родители могли измениться Но ранние детские решения управляют нами и сейчас Даже если они устарели и мешают нам жить Взросление не происходит Если мы остаемся в детской позиции И руководствуемся только родительскими советами Внутреннему ребенку деньги не нужны Ему нужна любовь, забота, игры Внутренний родитель чаще критикует и запрещает За деньги отвечает внутренний взрослый Эти термины пришли из методики Трансактного анализа, разработанный американским психотерапевтом Эриком Берном Трансактный, трансакционный анализ психологии Это рациональный метод понимания психологии человека Он основан на заключении, что каждый человек может доверять себе Думать за себя Принимать самостоятельные решения И открыто выражать свои чувства Метод был описан Эриком Берном В середине 60-х годов 20-го века Только сбалансированный союз Трех субъективных внутренних состояний Естественного ребенка Любящего и поддерживающего родителя И, наконец, взрослого Открывает путь к зарабатыванию денег Рассмотрим эти состояния немного подробнее У состояния «внутренний ребенок» есть два варианта Естественный и адаптивный Естественный ребенок первым приходит в этот мир Он спонтанный, непосредственный, креативный Дальнейшее его формирование и развитие зависят от окружения Свойственная детям любознательность Способность открыто выражать свои чувства Мечтать, пробовать новое, придумывать, учиться Основа здоровой взрослой личности Через игру ребенок адаптируется к социуму Эти способности отражаются во всех сферах жизни В том числе определяют отношение к деньгам Если ребенок не получает опыта безусловной любви и поддержки со стороны своего близкого окружения То он вынужден приспосабливаться или адаптироваться Адаптивный ребенок тот, кто приспособился к требованиям и ожиданиям близкого окружения и общества В этом состоянии человек покорно соглашается с чужим мнением Боится открыто выражать свои чувства Отстаивать свои потребности В жизни он может испытывать трудности в зарабатывании денег Ему нелегко попросить прибавку к зарплате Назначить цену за свои услуги или продвигать себя Он продолжает непрерывно учиться Но так и не применяет свои знания на практике Кто-то продолжает играть Адаптивный ребенок может бунтовать и протестовать И тогда человек испытывает трудности в рабочем коллективе Спорит с начальством Часто теряет работу Не может строить долгосрочные партнерские отношения Срывает сроки и договоренности Внутренний родитель может быть контролирующим Опекающим, критикующим А также любящим и поддерживающим Фигуры родителя формируются из моделей поведения наших родителей Родители могут построить фундамент Для формирования всесторонне развитой личности А могут критиковать и контролировать Каждый шаг ребенка А если они хвалят сына или дочку То непременно с оговорками Это о таких родителях Джозеф Купер, герой фильма «Интерстеллар» говорит Родители становятся призраками будущего своих детей Взрослый, выросший у таких родителей Взрослый, выросший у таких родителей, будет ориентирован на внешние оценки Он может неплохо зарабатывать, но при этом чувствовать неудовлетворенность От того, что занимается не своим делом, а тем, что ему было навязано родителями Может ощущать слишком сильное напряжение, боясь не оправдать ожидания окружающих Это часто приводит к перфекционизму Неумению расслабляться, неожиданным болезням, имеющим психосоматическую основу К депрессиям и саморазрушению и, как следствие, к нетрудоспособности Голос внутреннего родителя мы слышим, если разучили слышать свой собственный внутренний голос Когда нуждаемся в подсказке или не имеем времени на раздумья Он звучит особенно сильно, когда надо сделать выбор или если что-то не получается Этот голос может быть ободряющим, а может быть критикующим Критикующий родитель внутри нас останавливает, подавляет творческие порывы Заставляет тратить деньги только на нужные вещи И именно от него исходят запреты и санкции Опекающий родитель внутри нас заботится о том, кого воспитывает, опекает И часто потворствует любым желаниям опекаемого В таком случае человек, заработав деньги, может быстро тратить их на сиюминутное удовольствие Или на других А сам не получает радости от результатов своей деятельности Любящий родитель дарит ребенку безусловную любовь и опору в виде жизненных ценностей Учит прилагать усилия для достижения своих целей И помогает ему состояться в реальном мире Выстраивая отношения с позиции внутреннего взрослого Мы руководствуемся принципами реальности Мы объективны и самостоятельны Действуем не только на основе собственных желаний и общественных предписаний А на основе собранной информации, знаний, умений и навыков Наша задача – стать самим себе любящей мамой и поддерживающим папой Даже если в реальной жизни их у нас не было Надо найти и дорастить своего внутреннего, естественного ребенка И позволить управлять всем эффективному взрослому В своей практической работе мне удалось измерить, в какой степени эти внутренние состояния Представлены в одном человеке И выявить некоторые закономерности на основе этих наблюдений В исследовании приняли участие свыше 1500 человек разного пола и возраста С разным уровнем дохода и образования Наличие большой проявленности адаптивного ребенка и критикующего взрослого Как правило, приводит к различным проявлениям внутриличностного конфликта и проблемам с деньгами Проявленность – устоявшийся психологический термин В данном случае используется в значении степени выраженности того или иного качества в человеке Наибольший уровень дохода демонстрировали те, в ком адаптивный ребенок и критикующий родитель менее проявлены Чем выше уровень доходов, тем более высокий уровень проявленности естественного ребенка При почти равном ему уровне взрослого Временно не работают или мало зарабатывают, как правило, те, у кого высокая проявленность ребенка Наименьшие доходы также у тех, в ком выявляются высокие значения критикующего родителя Учитывая это, я применяю тактики по высвобождению внутреннего ребенка и повышению проявленности взрослого А также уделяю больше внимания работе с критикующим родителям Эмоционально-образная терапия ищет первопричину внутреннего конфликта И позволяет самому клиенту произвести внутриличностные действия для достижения позитивных изменений В эмоционально-образной терапии первопричина выясняется достаточно быстро с помощью образов Образы – язык бессознательного Даже младенец до того, как к нему приходит речь, владеет этим языком Терапевт эмоционально-образной терапии эти образы расшифровывает, чтобы понять и разрешить внутренний конфликт Техники работы с негативными эмоциональными состояниями строятся на методах воздействия на образ самого этого состояния Через образы, выражающие некое патогенное эмоциональное состояние, можно анализировать причины возникновения этого состояния А также воздействовать на него с целью его нейтрализации и изменения на позитивное Конечно, решение зависит от вашего желания и душевного труда, который вы готовы в это вложить Работа может быть сложной – со страхами, травмами, тревогами и насилием Кажется, что клиент работает с образами Но на самом деле он работает с самим собой Человек оказывает эмоционально-смысловые воздействия на образ с помощью определенных техник и упражнений Которые выражаются в изменениях внутреннего состояния и одновременно меняются сами образы Изменения сохраняются, поскольку происходят в бессознательном мире клиента Эта книга написана по материалам моей частной психологической практики И на основе групповых программ и авторских курсов На практических примерах я показываю, какими бывают внутренние конфликты, которые приводят к трудностям в отношении с деньгами В первой части я рассказываю о тех внутренних конфликтах, которые мешают нам быть свободными О том, как наши эмоции влияют на нашу жизнь Как негативные эмоциональные состояния не позволяют нам стать богатыми и счастливыми Во второй части, на конкретных примерах из практики, вы увидите, что внутренние конфликты можно решить И ваша жизнь станет значительно лучше В книге вы найдете задания, упражнения и техники для личной диагностики и самопомощи Которые сможете применить в своей жизни На примере работы с запросами, связанными с деньгами Вы познакомитесь с новым подходом в современной практической психологии Эмоционально-образной терапии Изначально книга была адресована психологам Тем, кто знаком с методом эмоционально-образной терапии Затем я подумала, что сейчас мир изменился Психология проникла во все сферы жизни Поэтому книга будет понятна и полезна всем Кто интересуется психологией и своим личностным развитием Субтитры создавал DimaTorzok